Сейчас машины разъедутся. Валяй, иди поближе. Девушки, вы сегодня самая таблинизованная часть Новофедоровского населения. Поэтому спать в одежде. С документами сюда. Я к тому готовый номер один сюда вышли. Хорошо? Если вы не защитите своих мужей, то их никто не защитит. Поэтому, пожалуйста, вы должны быть как никогда. Офицерская жена, это офицерская жена. Так, что решили машины? Девушки. Мы же приватные, мы же просто общаемся. Так же тоже нельзя. Я вот себя могу показать, когда я просто общаюсь. Я на вас и так чувством смотрю, честно. Ну, видите, это же приятно. Да, я знаю, я уже подошел. Сделали мы свою работу, нормально. И что теперь будет, они уезжают? Они уезжают? Да. А где аплодисменты, товарищи? Ну, у меня руки заняты, давайте хлопать. Ну, что-то тишина какая-то. Все, вы тоже так же не пойли, выбрали. Еще хорошо уехала, скажи. Девочки, а вы кого от кого? Я могу так много не снимать. Мы не хотим, чтобы мы защищали мужчин. Нам бы хотелось, чтобы защищали нас, мужчины. Ну, в крайнем случае, вы выходите и защищаетесь. Такова ситуация, что защищаемся вместе. Наоборот. Да. Нормальные мужчины защищают женщины. Да. И жаль, что нормальные. Наши вон выглядывают. Наши вон выглядывают. Вот это наши мужчины. Маму, к мужчине, было стыдно, что я пошла защищать. Они вот выглядывают. Знаете, я не спросил, вернее, точнее, не слышал. Какой канал вы представляете? Спильной ТВ. А, есть. Есть, ну, хорошо. Да. Сильная камера. Я за эти недели насмотрелся в круглосуточном режиме. Сон ушел. Круглосуточные информационные каналы постоянно. Ну, где же мой сон? Ну, где мой сон? Я спать хочу. У меня телевизор перед глазами постоянно. Это ваша. Как же у нас сейчас? Да, это уже сложно с вами стало. Честно, не хочу только. Счастливое. Ну, что у нас здесь? Ну, не буду. 300. Счастливое. 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 Счастливого. Счастливое. Чудовое. Сталося. Весь кассе. Незарозумелые. Как это называется? На грузовichках. Они цекают. Ну, не цекают. Добре, не цікавят, они идут. Знаете, так и хочется поверить, что спільное бачение причинило этот отступ, но нам просто счастлива быть святками. На жаль, за той час, что я занимаюсь спільно телевизором, а до списка людей, которых я не люблю, додалися те люди, которые не любят, чтобы их снимали. Так я вообще не люблю насильство и брехню, а теперь я понимаю, что я еще не люблю людей, которые не хотят давать интервью, но хотя это их личное право, все-таки иначе, и когда-то мне самому не понравилось, чтобы меня фотографировали. Но сейчас я очень радуюсь, когда люди посмехаются в камеру и иногда, когда они едут. Большое спасибо вам, ребята, что вы прибыли. Большое спасибо. И не бросайте нас, самое главное, не бросайте нас, ребята. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Можно вас спросить? Я даже как ГВ. Репортер, самовольный репортер. Я прошу прощения. Прошу прощения. А, ну, что же, что же. Вот они наши. Позже, почти. И вы не хотите? Да ну чего мне больно. Мы, что вы? Мы спильная ТВ. Спильная ТВ? Да, спильная ТВ, мы есть в интернете. Спильная ТВ, по-украински? Ну да, вместе. Мы русскоязычные, мы русскоязычные. И что? По-русски как? Ну, мы по-русски точно так же говорим. Ну, я шучу, ну, мы так пошли подержать, фотографировать, посмотреть на ребят, которые нас защищают от бандерских фашистов. Ой, скажите, пожалуйста, на вас уже нападали бандерские фашисты? На нас еще нет, вот дай бог этим ребятам здоровья и всего остального, то что они нас защищают от этих бандерских фашистов. То есть вот вы думаете, если они уедут, то угроза сразу же появится, да? Мы ничего не думаем, мы только можем предполагать, что они нас не оставят и будут защищать до конца. Если вы не уедут, то тут начнется беспредел. Крым должен быть автономный, автономный. Они поддерживают порядок, это всем понятно. Они поддерживают порядок, они не агрессируют, они разрешают с собой фотографироваться, мирные акции, все остальное. Их нет, у нас конфликтов, все нормально, в Крыму тихо. Так от кого защищать тогда, в чем тогда вообще проблема? Фашистских бандеров, которые захватили... Так как они, вы видели хоть одного? Я был в Киеве, лично я их видел очень много. Да? И как? А можно, вот интересно, так на скидку сразу отличить нормального человека от бандера-фашиста? Ну, нормальный человек ходит вот такой, как я, как вот все остальные, а все остальные ходят с автоматами, которые нет неудостроения личности. Ну, вот и тогда тоже. С топорами и с масками, девочки. Они военные, они с открытыми лицами, да. Посмотрите, где-то в Крыму люди, которые стоят на демонстрациях. Кто-то есть в маске? Нет, вот мы обычный народ, который защищает свой полуостров. А вот все в масках там, вот на Украине. Ну, не у вас, а вот у них все в масках, которые ходят, провозглашаемые какой-то там единый... Я поняла. Спасибо. То есть сложно объявиться у вас это или у них. Это не пауз-патрон сзади? Ну, и маска. Нет, там маска у меня. Там у меня маска, да. Там он где? Он сейчас куда? Да, сюда, назад. Хорошая журналистка и живой журналистка. Я поняла. Санкт-Петербург 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 Все люди повертаються до меня с виной, хотя они находятся при выполнении своих службовых обязанностей, скорее всего, получают платную, наоборот, от меня за свои действия, и тем не менее, они боятся. Не, в итоге мы сюда не будем. А, уже застали. Ну, здесь все команды не будем делать. Ну, да, там... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Вот, то есть Ну для реагировали адекватно から в правовом поле Всё как положено Так как предписывают нам наши уставы Они сейчас, я вас объясню Значитлые они сейчас Значиттую отсюда уедут Единство, они мы должны увидеть движение с моей стороны, и там я снимаю по периметру Ну договоренность такое Я хочу вам сказать Кстати, есть иногда моменты, когда надо пойти на компромиссы. Они издалека посмотрят, пускай посмотрят. Мы не делаем ничего такого ужасного. Я знаю. Мобильные телефоны работают. Да, если телефоны работают, мы соберемся. И без телефона. Пацанова там в магазинах выгоняли. И сегодня вы здесь четвертого дома. Здравствуй, Россия. Пьяные. Ну, пьяные, да. Наряд милиции. Сомариши, жители поселка, я спасибо вам большое. Расрешите, я пойду служебную милицию. Представьтесь, пожалуйста, с нами. Извините, я не даю интервью. Это было не интервью, я просто с жителями поселка разговариваю. Спасибо. А вы можете представиться, будьте добры. Голова на форекс поселкова совета. Федоров Виктор Иванович. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. У вас тоже маленькая. Мы из Киева. Киева. Да. Так, вы в Киеве. Стильно.ТВ. Подойдите, пожалуйста, сюда. Подхожу. А вы знаете, мы все-таки не верим. Мы считаем, что это обманет. Обманный манет. Ну, они вернутся? А, наверное, да. Сегодня? Сейчас они не пробились по толку женщин. А завтра? Ну, не завтра, а ночью или на рассвете. Нас здесь не будет, мы будем дома с детьми. Поэтому не хочется как-то. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, наличие прессы как-то влияет на эти процессы? Надеемся, что да. Надеемся. Ну, мы думаем, что вы нам помогаете. Спасибо. Мы стараемся помогать здесь где-то, где можем. Спасибо. Как вы видите, есть люди, которые хорошо реагируют на прессу. Есть люди, которые даже слышали про исцеление «Спольно-ТВ». Мы только что стали свидетельствами того, как российские войска отступили от дверей военно-части номер А-1100. Мы видим, что женщины не уверены в том, что это не всегда, это не всегда. И мы все еще сподіваемо иметь официальный комментарий от представителей военно-морских сил. Я сейчас остановлю трансляцию, сохраню ее и постараюсь добиться все-таки это интервью. Залишайтеся сами, смотрите, думайте и дайте. С вами была Лидия Гужба на «Спольно-ТВ».